Всем доброго времени суток, друзья! Сегодня очередной расклад из серии по вашим идеям. Ваши идеи вы можете оставлять под специальным видео на канале, не под этим видео, которое записывается, а под специальным видео на канале, на которое я дам ссылку внизу в прикрепленном комментарии. Пожалуйста, посмотрите этот комментарий. И сегодня тема для расклада. Каково отношение родственников мужа? Ну или родственников жены, если вы являетесь мужчиной и участвуете в этом раскладе. Мы, конечно, уже смотрели конкретные отношения, то есть мы смотрели в общих раскладах, каково отношение свекрови. В данном случае мы рассматриваем в целом, насколько позитивно или насколько негативно отношения в общем родственников мужа или родственников жены. То есть общий настрой родни. Такая вот среднестатистическая температура по больнице, скажем так. Но, честно говоря, я, конечно, считаю более необходимым рассматривать индивидуально те или иные отношения или называть того родственника, конечно, которого хочется посмотреть. То есть, например, отношения свекрови, как у нас уже было, или отношения тещи. Это более рациональный подход и более точный расклад. Но поскольку поступил такой запрос, вот именно в целом отношения родственников мужа или отношения родственников жены, мы и сделаем такой расклад и посмотрим, насколько он в данном случае срезонирует. Получается у нас 8 вариантов. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. По поводу этих вариантов я хочу сказать, что вы можете загадывать просто номер карты. Вы можете вне зависимости от номера понимать, что какая-то рубашка карты вас притягивает и загадывать ее. Или вы можете довериться потоку, который будет идти по поводу поднятия карт в порядке произвольном. То есть вы можете загадать ту карту, которую я открою первой. Или ту карту, которую я открою седьмой. Здесь вот полное разнообразие, скажем так, полная свобода действий с вашей стороны. Лишь бы все было интуитивно и лишь бы вы дали действительно своей интуиции сработать так, как надо. Потому что в большинстве случаев, если срезонировал общий расклад, значит ваша интуиция сработала правильно, хорошо и верно. Если не срезонировал, то, соответственно, значит не сработало. И сегодня первый по порядку подъема будет шестой вариант. Вот здесь ложится карта, которая в принципе говорит о том, что родственники мужа стараются держать себя в рамках и воспринимать вас, соответственно, вашему социальному положению. Иными словами, в этом общении, ну я буду условно говорить родственники мужа, возможно, то есть вы заменяете родственники супруга или супруги. Вот как вам нужно, так вы и воспринимаете. То есть вас воспринимают как жену или как мужа, то есть как именно партнера, который занимает определенное социальное положение в иерархии семьи. При этом мы можем говорить о том, что люди стараются тем или иным образом все же соблюдать правила приличия и воспринимать вас соответственно тому положению, которое вы занимаете в обозначенной семье. И это очень важно, поскольку иногда люди, вот знаете, перегибают палку и не понимают, кто кому кем приходится. В данном случае, даже вот перевернутая карта, я периодически переворачиваю карты. Карта из колоды произвольная говорит тоже о том, что в этой семье достаточно каких-то своих традиций, обычай или семья не является какой-то авангардной, знаете, такой вот забывающий какие-то старые устои, идущий вперед. То есть в этой ситуации действительно мы видим ту картину, когда семья действует нормально, адекватно традициям, адекватно правилам, принятым в обществе. Да, какие-то правила вам могут нравиться, а какие-то нет, но вас признают членом семьи. Соответственно, вы можете как исполнять свои обязанности, соответственно, своему положению, так и иметь свои права, что является плюсом в этой ситуации. Для тех, кто загадал восьмую карту, она у нас поднимается вторая по порядку открытия. И здесь, вы знаете, ну здесь может быть два варианта, я думаю, что вы поймете, какой вам ближе из двух. Первый вариант говорит о том, что в данном случае вас могут воспринимать как еще одного ребенка в семье. То есть действительно, вас могут принимать как свое дитя. Или как, ну вот знаете, я же все же дитя природы, хоть дурное, но дитя. То есть вас могут воспринимать как младшего, как ребенка, как того, кому может быть нужны какие-то наставления. И есть еще кардинально отличающийся, вот здесь вот вариант толкования. Но я уж думаю, что они настолько отличны, что у вас хватит опыта общения с семьей мужа или жены для того, чтобы понять, что это из двух. Так вот, есть еще один вариант, когда вас считают просто несерьезным человеком или человеком, отношения с которыми у дитятка или родственника их будут такими вот, ну может быть мимо пролетающими. Какими-то не очень серьезными, не очень взрослыми. И здесь люди могут считать, что вы недостаточно еще серьезны, недостаточно внимательны, недостаточно взрослый по характеру, по жизненному опыту для того, чтобы действительно носить гордое звание мужа или гордое звание жены. Но с одной стороны здесь могут вас воспринимать как обалдуя, но любимого обалдуя в семье, но или как совсем несерьезное существо, которое не имеет права быть рядом с их дорогим родственником. То есть здесь что из этих двух вариантов, они оба имеют место быть, просто расклад общий и большое количество людей смотрит, поэтому я привожу и тот, и другой вариант. Для тех, кто выбрал четвертый вариант, здесь у нас ложится карта, которая говорит о том, что такое ощущение складывается, что вы попали в изоляцию. И то ли на вас не реагируют никак и не замечают, проходя мимо, то ли с вами прерывают контакты, стараются избегать этих контактов. Либо люди не открывают своего истинного отношения к вам и стараются какие-то искренние беседы с вами не вести. То есть прикрываются, ну вот скажем так, какими-то вещами, которые минимизируют ваше общение. Это может быть отказ сходить к вам в гости или приглашать в гости вас. Это может быть при каких-то семейных праздниках или семейных встречах ситуация, когда вас или игнорируют, или затыкают. То есть говорят, подожди, дай вот другой кто-то скажет, или просто делают вид, что вас не услышали. То есть иногда может складываться впечатление, что вы попали в какую-то тюрьму или изоляцию, потому что вы не можете достучаться и не можете сказать то, что вы хотели бы донести до этих людей. Ну, наверное, потому что они не хотят это что-то слышать. Для тех, кто выбрал третью позицию, она четвертая по порядку открытия. И здесь ложится карта, которая говорит о том, что вы в любом случае вызываете эмоции. Но видите, при многотысячной аудитории прослушивания нельзя сказать о том, что это однозначно плохие или однозначно хорошие эмоции. Но я уж думаю, негатив от позитива любой из нас отличит. Поэтому в случае хороших новостей, то есть хорошего варианта толкования, это тот момент, когда вас воспринимают эмоционально, вам распахивают объятия, выражают вам всяческую там любовь, восхищение и прочее. И это может во многом действительно идти от сердца. И есть другой вариант, когда любое ваше действие вызывает какую-то неадекватно бурную реакцию. То есть, ну вот, например, вы купили туфли и родственницы, например, мужа начинают их обсуждать, как будто бы случилось что-то вообще невероятное. Как будто бы это что-то вообще не поддающееся никакой логичной оценке. То есть, начинают эмоционировать впустую. Ну или это выражение не всегда, правда, по этой карте. Но тем не менее, это может быть даже явное выражение негативных эмоций. В общем, в любом случае, все то, что у них на сердце, у них же на языке. Они эмоционируют и показывают то, как на самом деле они к вам относятся. Вы этим можете пользоваться для того, чтобы понимать действительно, каково ваше положение в этой семье. Для тех, кто выбрал единичку, первая карта, она у нас пятая по порядку открытия. Ну и здесь мы видим, что вас, естественно, могут звать на все праздники, что вы человек, которого, в принципе, рады видеть. Но при этом карты говорят о том, что какого-то очень душевного отношения к вам здесь нет. Да, это какое-то объединение на общих мероприятиях, но тем не менее, карты говорят о том, что люди думают больше о себе, чем о вас. И в принципе, мы можем сказать о том, что к вам, по сути, они особо никак не относятся, потому что у них есть какие-то свои дела. Но при этом правила приличия они могут соблюдать и как минимум улыбаться, когда вы приходите в гости или когда вы зовете их и принимаете их. Или когда вас сводят какие-то общие семейные мероприятия. Вот это тоже нужно понимать. И вот знаете, это та ситуация, когда каждому самому до себя. И в принципе, возможно, это хорошо, когда в данном случае люди не будут уж очень слишком уделять внимание вашей персоне, потому что им есть чем заняться, то есть какие-то другие дела у них все-таки присутствуют. Давайте теперь мы сделаем так. Мы посмотрим седьмой вариант. Он у нас шестой по порядку открытия. Здесь ложится карта, которая вообще может говорить о том, что сейчас вас воспринимают как бывшего партнера. Что это означает? То есть вот эта карта может говорить о том, что если в вашей семье тяжелые какие-то времена, то вы уже по умолчанию отправились куда-то, вот знаете, в список бывших. И, соответственно, к вам относиться могут достаточно прохладно. Если никаких проблем по сути в семье у вас нет с вашим супругом и все нормально, то здесь карта может говорить о том, что вас просто воспринимают так, как того требуют правила. Но, в принципе, вместо чувств и вместо эмоциональной оценки очень часто дают оценку логическую. Как вы должны поступать, как не должны. Но, в целом, это нормальное восприятие без какого-то излишне открытого сердца. Просто смотрят, подходите вы для их общества или не подходите. И если подходите, то все абсолютно нормально. Вам будут даны все права, на которые вы можете рассчитывать в этой семье. Но говорить о какой-то восторженности и любви к вам мы не можем. Но также и о ненависти напрямую тоже мы не можем говорить. Хотя какие-то жесткие решения в отношении вас все-таки могут здесь приниматься. Для тех, кто выбрал пятую позицию, она будет у нас седьмая по порядку открытия. И здесь ложится карта, которая говорит о том, что если вы мужчина, то вас могут воспринимать, то есть если вы спрашиваете о родственниках жены, то тогда вас могут воспринимать как главу семьи, как настоящего мужчину, как достаточно властного может быть мужчину или как человека, который имеет чуть больший жизненный багаж, чем им хотелось бы родственникам, о которых идет речь в данном общем раскладе. Если вы девушкой загадываете родственницей, родственников мужа, то в таком случае они считают, что вы имеете слишком сильное влияние на него. И они считают, что вы заменили в какой-то мере старших для него и можете руководить какими-то его поступками. Но при этом они могут относиться к вам с уважением. То есть здесь вот могут из жизни быть какие яркие примеры. Когда мужчина женился, до этого он вел разгульный образ жизни, выпивал, и тут его девушка взяла буквально в кулак, бросил пить, начал работать, но естественно пляшет под ее дудку. То есть семья это понимает, семья это осознает, но с другой стороны она это ценит и понимает, что это нормально и что это лучше, чем если было бы по-другому. То есть в данном случае, вы знаете, про вас можно сказать, он уважать себя заставил. И в данном случае вы тот человек, который с течением времени заставляет семью вашего супруга, вашей второй половины, проявлять к вам большее уважение. Для тех, кто выбрал второй вариант, и он у нас здесь, кэп очевидность, восьмой по порядку открытия, здесь ложится карта, которая, во-первых, может говорить о том, что если ваше материальное положение было хуже, чем положение той семьи, в которую вы входили, вас могут считать охотницей или охотником за легким доходом, за легкой прибылью, за легкими деньгами. И я не знаю, насколько это озвучивается в семье вашей второй половины, но тем не менее, вот такое восприятие где-то в глубине души, а может быть и прямо об этом говорят, такое восприятие может быть. Если в данном случае, наоборот, ваше материальное положение было более благополучным, или если вы содержите семью, будь вы девушка или мужчина, будь вы муж или жена, то в данной ситуации все-таки родственники вашей второй половины могут действительно считать, что вы можете обеспечить человеку, вашей второй половине надежное, безбедное существование и позволить ему не только или ей не только работать, но и отдыхать. То есть здесь воспринимают, вы знаете, больше не с точки зрения чувств, а больше с точки зрения того, что вы можете дать. Опять та же самая карта повернулась к богатству семьи, в которую вы попали. И вот что вы можете дать этому роду, но правда не в плане моральных каких-то вещей, а в плане именно материального аспекта. Поэтому, ну вот здесь, насколько вам это понравится или нет, это другой вопрос. Но можем сказать, что в отношениях с вами для родственников вашей второй половины не безразлично состояние бюджета вашей семьи. Особенно та половина или там две трети или четвертина, которую приносите вы. Люди не безразличны к вашему доходу или его отсутствию. И это является главным критерием, к сожалению или к счастью, по которому вас судят, по которому вас принимают или не принимают в семье. То есть чем больше будет денег у вас, чем больше будет доход, тем лояльнее к вам будут относиться. Ну вот это может быть звучит цинично, но данная позиция, данная карта обозначает именно этот момент. Для тех, кто хочет заказать расклад для себя, вы можете писать мне в личку все мои контакты в текстовом описании данного видео. А я всем желаю удачи, до встречи, до свидания.